Продолжение следует... Мне приходилось часто бывать в Звенигороде, я приезжал сюда просто для того, чтобы походить по городу, посмотреть, был и на этом холме, ходил между вот этими зданиями, и душа надрывалась, взирая на мерзость и запустение. И с какой же радостью сегодня взираешь на эту воскресшую обитель, которая не только восстала из пепла чистым внешне, материально, ибо созданы и воссозданы прекрасные строения, но она восстала и духовно из пепла, стала снова местом молитвы, местом паломничества, местом духовного объединения людей. Вот сегодняшнее евангельское чтение о званных на пир, на брачный пир, является нам некую картину духовного состояния людей, их отношения к самому главному, к Богу. Совершенно очевидно, что под хозяином пира, господином, скрывается сам Бог, привпритчивый. Это он призывает на пир. Ну и один отказывается, потому что землю купил. Ну, большое дело, надо посмотреть, что за земля. Ту ли ему продали, за которую деньги отдал, или нет. Что нужно сделать с этой землей, надо ли ее удобрять, или так можно посеять вырожай. Ну, важное дело, да? Отказался, не пошел на пир. Ну вот, а второй, ну, а второй Волов купил. Улыбаться не надо, это как у нас сейчас, дорогая техника сельскохозяйственная. И вот сильные хозяйственники сегодня пойдут в храм, если им на территорию хозяйства пригнали современный комбайн импортный, дорогой. Да наверняка, в первую очередь, посмотрят, а там все в порядке, или комплектация как, все ли соответствует. Беру этот пример, то, что называется, ну, просто так. Но каждый же может отнести все это к самому себе. И поле мы покупаем условно, то есть приобретаем нечто, что представляет большую ценность, чем общение с Богом. Ну вот и что-то действительно еще приобретаем в виде того, что необходимо как бы нам. Ну, а последнее, почему кто-то отказался от участия в брачном пире, женился человек. Ну, действительно, важнейшее событие в жизни. Ну, куда там идти? Вот эти жизненные примеры, они показывают в том числе и нам. И каждый может самого себя спросить, а как бы я поступил в этой ситуации? И если человек честно будет себе отвечать, то он почти точно повторит все то, что повторили эти люди, отказавшиеся идти на пир господину, то есть на встречу с самим Богом. А что же нам сделать для того, чтобы изменились наши жизненные приоритеты? Они ведь не меняются. Столетия, тысячелетия проходят. Людям очень трудно изменить эти приоритеты. Ну, вот что-то ведь может нам и помочь это сделать, а помочь нам может переживаемое нами время, с которым невозможно сравнить ничего, что было в прошлом. Сравнения всегда будут неполными, потому что наше время наполнено такими опасностями для человеческой жизни, для человеческой души, для человеческого спасения, как этого не было в прошлом. Еще существовали какие-то зацепочки за вертикальные измерения, то есть духовные измерения человеческого бытия. А сегодня стремление к комфорту, к богатству, к власти разрушило этот вектор в сознании огромного количества людей. И никто не понимает, а что же может больше того, чтобы стать, допустим, губернатором или министром, или в конце концов руководителем района? А что может больше для того, чтобы заработать как следует, так, чтобы на всю жизнь хватило? Ну и так далее. Мы там вот среди тех, которые не откликнулись на брачный пир. И каждый может себя спросить, а я где, в какой категории людей? Первый, второй, в третий? И наверняка, если честно, спросит самого себя, тут же и ответ найдет, где он по отношению к Богу. Ну вот эта замечательная притча дается нам, во-первых, для того, чтобы мы о себе задумались. Это о нас эта притча. Чтобы мы себя спросили, а мы где по отношению к Богу? А какое место Господь занимает в нашей жизни? А для того, чтобы не просто теоретически ответить на этот вопрос, потому что теоретически можно сказать, о, очень большое место Господь занимает. Я вот каждое утро встаю, лоб крещу, молюсь, я в Бога верю. А вот с точки зрения соотношения с другими жизненными приоритетами, в каком месте находится вот это отношение с Богом? И если честно начнем отвечать самим себе, то окажется, что ни на первом, ни на втором, ни на третьем месте, а где-то там опять на периферии жизни. Вот каждый же ведь хочет спастись. Мы все верим в то, что придет Божественный суд, определит, где нам пребывать в вечности. Все, каждый хочет спастись, особенно верующий человек. Так вот, для того, чтобы спастись, нужно правильно выстроить жизненные приоритеты. Невозможно спастись, если посещение храма – это 25-й пункт в повестке дня. Все сделали, но уж потом время есть, ну схожу. Тем более праздник, там народ соберется. Совершение добра ближнему опять ни на каком-то, ни на пятом, ни на десятом месте в жизни. Если есть потребность у кого-то в нашей помощи, в нашей поддержке, в этот момент все должно быть отнесено на задний план. А в качестве приоритета должна быть мысль о том, как я могу этому человеку помочь. Должно сказать, что я встречался и встречаюсь с такими людьми. Удивительно. С ними всегда светло как-то на душе, спокойно, радостно. Это те люди, которые немедленно откликаются на чужую беду и даже на чужую просьбу. Причем среди них есть очень богатые люди и среднего достатка, и совсем мало имеющие какой-то достаток. Разные категории людей. А почему? А потому что слова Божии, они универсальны, они для всех времен, для народов. И действительно, ни ссылка ни на какое время не может нам с вами помешать правильно выстроить наши приоритеты. Главное из которых – это наше общение с Богом. От этого общения зависит жизнь наша здесь и жизнь в веке будущем. Поэтому посещение богослужений, хотя бы в воскресные дни праздничные, это не просто вот так, обычай, а это жизненно важный приоритет. Не ходим в храм, не молимся, не причащаемся святых христовых тайн, разрываем нашу связь с Богом. Ну, тогда какая же надежда на спасение? Некоторые так рассуждают, ну да, но я вот там не хожу, ну вот так сравнивайте с соседом, так он же вообще мерзавец. А я-то вроде как ничего, ну неужели меня Господь не оправдает? Ну, кроме того, на Пасху вот был, и ключи светил, и на Ждество хожу, ну и так далее. По схеме, как говорится, оправдание самих себе. Еще раз хочу сказать, что сегодняшняя притча, это притча всех нас. Она как бы бросает нам вызов, она требует от нас ответа. А где наш самый важный жизненный приоритет? Что на первом месте в нашей жизни? И вот если, осознав то, что ни Господь, ни Церковь, ни молитва, даже ни добрые дела, ни на первом месте, потому что множество других дел занимают эти приоритетные позиции в нашей жизни, если мы скажем, что да, все то, о чем Господь нас сегодня учит, в том числе и через эту притчу, это не про меня, в том смысле, что я не имею Бога в центре своей жизни. Он не является моим приоритетом. Обращаюсь к Нему, когда плохо становится. Когда пришел к врачу, и диагноз страшный, вот тут все бегут сразу к Богу, к Церкви. Сразу верующими становятся. А вот что это означает перед лицом Божиим? Под страхом смерти побежал, понимая, что тебя никакие лекарства не вылечат, никакие процедуры не помогут. И тут стал верующим настолько, насколько Господь и требует от нас веры. Приоритетом становится молитва, посещение монастырей, принятие святых христовых тая, попытка изменить свою жизнь. А почему это нельзя сделать раньше? Не тогда, когда человек подходит к окончанию своего земного бытия. Поэтому вот сегодняшнее евангельское чтение заставляет нас не просто подумать о том, где мы, вот в этой системе ценностей, в этой системе отношений с Богом, о котором говорит Евангелие, но где мы вообще по отношению к Богу? Где Господь? Какое место в жизни Он занимает? И будем Господа просить, чтобы, во-первых, Он простил наши грехи, нашу немощь, наше окамененное нечувствие. Об этом я часто говорю в проповеди. Вот это черство сердца, неспособность воспринимать ничего, кроме материального мира, неспособность в том числе и ощущать силу общения с Богом через молитву. Мы должны ясно понять, где мы в этой системе. Если честно скажем, да, мы вот там. Среди тех, кто землю купил, вала купил, женился и не откликнулся на Божий призыв. Сейчас время для всех нас, мои дорогие, для всей страны нашей, а в каком-то смысле для всей человеческой цивилизации, вступившей в опаснейший период своей истории, задуматься о том, где мы по отношению к Богу, и возродить веру в сердце. И я, в первую очередь, обращаюсь к нашему православному народу. Но эти слова можно обратить ко всем народам земли. Где мы по отношению к Богу? И вот если по-прежнему Бог останется на периферии, то я сомневаюсь, что у человечества остается реально жизненный потенциал перед теми огромными угрозами, которые сегодня стоят перед всем родом человеческим. Да поможет нам сегодняшнее евангельское чтение еще и еще раз обновить нашу веру, определить наши, как бы, жизненные ориентиры, всей душой, разумом, силой Духа Своего прилепиться к Господу, чтобы Он был рядом с нами, чтобы жизнь с Ним была не просто приоритетом, а главным измерением нашего этого земного бытия. И тогда действительно обрящим спасение и в этом мире, и в жизни вечной. А если такое обращение к Богу под натиском огромных проблем, с которыми сегодня столкнулся весь род человеческий, приведет в движение, в глобальное движение людей навстречу Богу, то, может быть, Господь и продлит человеческую историю. От нас, от людей, это зависит, потому что на той стороне благой и любящий Отец, который призывает нас постоянно, и призывы которого мы не слышим, или о них забываем, или просто их игнорируем. молитвами Святаго Преподобного Саввы Старожевского, удивительного угодника Божьего, подвижника, стопами которого освящена эта земля, жизнь которого и благочестие положили начало этой замечательной обители, молитвами этих святых угодников, да поможет Господь всем нам, народу нашему, всем членам Церкви нашей, оставаться верными Кресту даже до смерти и быть способными идти по тому пути, пути спасения, который Он нам определил. Молитвами Святаго Преподобного и Богоносного Отца нашего Саввы Старожевского, да хранит Господь землю нашу, церковь нашу и всех, кто с верой и любовью притекает к образу и к имени Спасителя, Его Пречистой Матери и святых угодников, в том числе и Преподобного Саввы Старожевского. Аминь. С праздником вас всех поздравляю!